Здравствуйте, меня зовут Безуглова Галина, я автор пособия по физике, это значит Легион. Сегодня поговорим об основных законах гидростатики. Что же такое гидростатика? Гидростатика это раздел физики, который изучает равновесие жидкости и ее действуют погруженные тела. По последним спецификациям задания по гидростатики могут встретиться под номером 4 в ЕГЭ для 11 класса и под номером 5 в ОГЭ для 9 класса. Ну и конечно, знание этого раздела поможет вам при решении расчетных сдач разных уровней сложности как на ОГЭ, так и на ЕГЭ. Рассмотрим сосуд с жидкостью. По закону Паскаля давление, оказыванное на каком-то участке на границе жидкости, передается по всему ее объему без изменений. Означает ли это, что давление в точках 1, 2 и 3 будет одинаковым? На самом деле нет, ведь кроме внешнего давления есть еще и давление в верхних слоях жидкости на нижние. Такое давление называется в стоящей жидкости гидростатическим. Таким образом у нас получится, что в точках, которые стоят на одном уровне, именно в точках 1 и 2, давление такое будет одинаковым. П1 будет равно П2, а давление в точке 3, которое находится глубже, будет больше. То есть П3 будет больше, чем П1 и П2. Величину этого гидростатического давления можно найти по формуле. П равняется РОЖН, где РО – это плотность жидкости, Ж – ускоренец свободного падения, а Н – это высота столба жидкости над рассматриваемой точкой. Рассмотрим теперь сообщающиеся сосуды. Примеры таких сосудов вы видите на экране. Они бывают разной формы, разных видов, их может быть разное количество. Закон сообщающихся сосудов гласит о том, что поверхности жидкости, налитых в разной части сосуда, находятся на одном уровне, если это одна и та же жидкость. К примеру, вы видите на рисунке. Причем справедливо то же само утверждение, что давление в точках, которые находятся на одном и том же уровне, будет одинаковым. То есть если мы проведем горизонтальную линию, поставим на ней точки, которые будут попадать даже в разные части сосуда, давление в этих точках будут одинаково. П1 равно П2 равно П3. Причем величина этого давления может быть тоже найдена по той же самой формуле, а именно П равняется РОЖН. Рассмотрим теперь немножко более сложный случай, когда в сообщающийся сосуд, в данном случае того-образная трубка, вы видите на рисунке, налиты две разные жидкости. Они имеют разную плотность, соответственно поверхности их находятся на разном уровне. Как же найти связь между плотностью и высотой? Для этого нужно провести горизонтальную прямую, выстоя две точки 1 и 2, которые будут находиться в разных частях трубки. Так как мы знаем, что давление в этих точках одинаково, то есть П1 равно П2, мы можем воспользоваться уже знакомой формулой П равняется РОЖН, расписать это давление для первой и для второй точки и найти уже туда соотношение, что отношение плотностей П1 и П2 обратно пропорционное отношение высот. Таким образом у нас получится, что уровень менее плотной жидкости будет выше, чем уровень более плотной жидкости, что вы видите на рисунке. Рассмотрим теперь еще немного более трудную задачу, когда в сообщающийся сосуд, в данном случае у образную трубку, налиты уже не одна жидкость, не две, а три разных жидкости. Соответствующий рисунок вы видите. Как же нам найти зависимости между плотностями этих жидкостей и их высотами? Для этого опять же проведем горизонтальную прямую и выберем две точки, которые будут находиться в разных частях сосуда. Это точки 1 и 2 на рисунке. Так мы знаем, что давление в этих точках равны. Мы можем записать П1 равно П2 и опять воспользоваться формулой, что гидростатическое давление равно произведению плотности на ускорение свободного падения и на высоту h. Получив выражение, которое видите на экране, вы туда можете выразить ту физическую величину, о которой вы спрашиваете в задании, поставить численные значения и получить ответ. Кстати, задания такого типа появлялись на реальном экзамене в девятом классе в разделе «Задания высокого уровня сложности». Но, как мы видим, все не так сложно, как оказалось на первый взгляд. Итак, сегодня мы повторили основные принципы гидростатики и выяснили, что для решения большинства задач на нахождение давления в окружности жидкости необходимо знать всего одну формулу. А именно, что гидростатическое давление П равно произведению плотности жидкости РО на ускорение свободного падения G и на высоту у столба жидкости над рассматриваемой точкой H. Причем эта формула не зависит от того, рассматриваем ли мы какой-то один сосуд или сообщающиеся сосуды, от их вида, формы или количества типов рассматриваемой жидкости. Так что не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Надеюсь, это видео поможет вам при подготовке к экзаменам. Если что-то непонятно, посмотрите видео еще раз или задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok